Сегодня я хочу поговорить на одну интересную тему о том, как креативно управлять бизнесом. И для исследования этого вопроса я пригласил сюда в гости ко мне Андрея Будаева, директора по организационному развитию одного из самых крупных диджитал-агентств России «Реалвеб». Андрей, привет. Дима, привет. Всем привет. Андрей, расскажи, пожалуйста, о своих подходах к нестандартному креативному развитию бизнеса. Ух, очень объемный вопрос. Надо начать с того, что я, наверное, самый креативный и нестандартный человек. Ровно поэтому какие-то элементы используются и у нас в рамках группы компаний. Вообще вопрос действительно очень такой емкий, и я бы, наверное, все-таки разложил его как-то, может быть, на части с точки зрения конкретного опыта, через который мы проходили. У меня есть один запоминающий опыт, например, связанный с нашей стратегической сессией, которая в целом породила, так скажем, большие зерна в рамках вообще методик креативного управления, далее в рамках группы. Это про треологию, да? Да, которую мы по сей день продолжаем как-то культивировать, развивать и растить из этих зерен большие деревья, так скажем. Можем про это как раз поговорить, потому что, на мой взгляд, интересный формат получился. Давай, расскажи. Я как раз читал об этом на rb.ru, по-моему, и довольно интересный опыт. Расскажи. Да, значит, ну вообще, треология — это название нашего проекта. По сути, это форсайт-сессия, на которой мы вообще генерили, так скажем, идеи будущего в рамках того, как нам развиваться, в какие направления двигаться. И, в общем, история не про классическую сессию, потому что данный формат подразумевал несколько таких важных штук. Первое. Участвовали не только внутренние сотрудники. То есть, помимо того, что там были топ-команда RealWeb, мы еще на эту сессию пригласили непосредственно клиентов, непосредственно наших партнеров, потому что, ну, все мы прекрасно понимаем, что коллаборация происходит в синергии. Если бы мы просто, не знаю, не учитывали то, что сегодня важно клиенту, было бы как минимум странно. Второй момент. Для нас было принципиально важно вообще, скажем, подобрать такой подход к этой стратегической сессии, который бы, ну, как-то максимально смог бы раскрыть каждого из нас, кто в ней участвовал. Поэтому триология, она заключается в трех составляющих. Первая часть — это тело. То есть, мы очень много в рамках стратегической сессии взаимодействовали непосредственно с своим телом. Вторая — это разум, где, в общем-то, нужно было максимально поднапрячься, да, использовать, там, не знаю, все свои ресурсы, интеллект, кладить знания и прочее. И четвертая составляющая — это, ну, вот как раз такая, скажем, какая-то медитативная часть относительно того, как вообще можно раскрыть себя как персональю с точки зрения того, чтобы повзаимодействовать со своим разумом, со своим телом. А какая цель была вообще? Цель была следующая. Нам важно было сформировать, там, 3-5 продуктов, проекты, не важно, там, процесса, грубо говоря, как угодно можно это назвать, которые в Реалвебе можно было внедрить в перспективе ближайших шести месяцев для того, чтобы в краткосрочной перспективе времени получить максимальный результат. Вот. Очень простая цель, потому что тогда были супер-турбулентные времена. Вот сейчас, наверное, все-таки спокойнее, так скажем. Вот. Вот. И поэтому для нас был важен вот этот супер-быстрый результат. И, в общем-то, нам как раз удалось. Более того, мы, там, ну, выбрали, там, супер-пространство для этого, там, мы отказались от всех, там, знаешь, каких-то, не знаю, аудиторий, еще что-то. Мы вообще уехали в горы, в Сочи, и, в общем-то, провели там несколько дней. Пожалуй, лучшее место, да, для этого? Ну, ты знаешь, на тот момент это было реально так, вот, несмотря на то, что, там, возможности и выбор был довольно большой. А сколько это по времени длилось? Сессия стратегическая длилась три дня, там, три даже с небольшим, получается. Вот. И она состояла тоже из нескольких этапов для того, чтобы максимально приблизиться к результату. Вот. Был очень большой подготовительный этап, да, где мы взаимодействовали с нашими, там, гостями, так скажем, кто участвовал вообще в этом проекте. Был этап, когда мы разгружали их головы от всех, там, не знаю, ограничивающих убеждений, страхов, которые могут происходить в рамках этой стратегической сессии. Понятно, основной этап, где мы генерили, там, суперидеи, и потом их уже заземляли в конкретные родмойпы проектов, да, в которые мы сами верим. И четвертый этап – это такой, ну, типа, неформальный, скажем, нетворкинг, в рамках которого, там, пели, плясали, кружились, ну, для того, чтобы как-то, в общем, красиво все это дело заземлить. Слушай, а ты говоришь, что были не только внутренние сотрудники, а еще и внешние клиенты? Да, это наши клиенты и наши партнеры. По сути, агентский бизнес формируется, ну, тремя составляющими, да, это мы, как агентство, некий посредник, это клиенты, которые являются, да, там, рекламодателем, и партнеры, через которые мы закупаем, там, разную рекламу, так скажем. Вот, поэтому важно было учитывать... Какое соотношение было сотрудников и партнеров? 50-50, то есть примерно, там, 50% участвовали наши внутренние ребята, руководители, и как раз, там, 50% – это вот приглашенные либо наши клиенты, либо партнеры. Круто, круто. А скажи, вот уже сколько, год прошел, да, уже даже побольше? Да. А эффект? В итоге 3-5 проектов-то внедрили, сделали? А вот это очень интересно, знаешь, обычно любят рассказывать о том, все ванильно, розовое, вот это вот все. Я сегодня здесь не для этого однозначно буду рассказывать, как есть. Я, наверное, еще очень важную вещь упомяну. Мы как бы начали наш диалог с того, что как там креативно подходить к управлению, да, там, к, не знаю, к методологической какой-то составляющей, там, внутри бизнеса. Вот здесь важно отметить, что эта процессия как раз строилась на основе разных креативных методик, которые мы использовали, да, и поэтому мы там даже фасилитаторы искали, ну, так скажем, с этой компетенции. Вот. Просто я как-то это не упомянул, но мне кажется, сейчас очень важно про это сказать. Вот. А если говорить про результаты, то, ну, они такие тоже. На самом деле, наверное, вот если сегодня, оглядываясь назад, можно назвать их сомнительными, потому что действительно часть проектов после этого мы реализовали, а часть очень сильно трансформировались, вот, какие-то вообще отпали, ну, потому что, как минимум, там, мы пришли к сделке, да, в рамках Киеви, и там многое что тоже поменялось стратегически. Ну, и плюс там события внешнего мира, да, мир Шива, который на сегодняшний день есть, тоже заставляет быстро переобуваться и иметь какую-то незапаркованность. Ну, да, ну, это круто, что вы можете вовремя поймать. Это наша сильная, кстати, сторона в рамках ценностей, вот, вообще, там, силы скорости называемые, вот, имеем в виду как раз там некая такая незапаркованность, где можно переобуться быстренько и в другую сторону улететь. А слушай, а ты говоришь про креативную методику, а кто это всё делал, кто придумывал эти методики? Это внешние ребята или это вы внутри? Проект вообще был совместный, и, конечно, в рамках всей стратегической сессии у нас был фасилитатор, которого мы приглашали вести, так скажем, это мероприятие. Он из какого-то агентства? Да, может, как раз. Если честно, я там не помню его регалия полностью, вот, я могу прям назвать конкретного персоналя, это Иван Диченко, вот, он в своё время вообще руководил агентством, а потом уже ушёл в такую, скажем, частную практику, где он как раз специализируется и на своей методологии, там, креативной, которая у него БР называется, кажется. Вот, и плюс использует, ну, вообще остальные методологии, которые есть на рынке, вот, и они как раз были вшиты, вот, ну, так скажем, в содержательную часть нашего мероприятия. Вот, и для нас это было крайне важно. То есть, с одной стороны, это должен был быть супербизнесовый человек, который с нами бы мог разговаривать на одном языке, а с другой стороны, человек, который обладает вот супер, ну, нестандартным подходом, который бы смог нас, ну, вот как раз, там, не знаю, расшевелить какие-то новые формы мышления. А в чём заключается нестандартность? То есть, я просто человек, который тоже у всех ассоциируется с нестандартностью, с креативностью, и мне вот интересно, что есть нестандартность? А ты знаешь, там, если взять эти методологии, я не помню, там, их сколько, 33 или 77, но, в общем, креативно, их миллионы, в каждой, ну, лежит какая-то своя, так скажем, основа. Не знаю, там, есть жирафы, как сейчас помню, есть там, Шокс Тубидан, да, в методологии. Вот, ну, на самом деле, всё это помогает, ну, поставить мозг раком, так скажем, я не знаю, это потом, может, да, можно, нормально. Вот, короче, заставить мышление своё, привычное, работать и мыслить в другую сторону, вот. Очень крутой пример приводил в том числе Ваня, вот, если представить, там, ручей, который бежит с гор вниз, там, по камням, который пробурил уже определённую, так скажем, дорожку, вот. Вот, то, ну, там, пойдёт дождь, там, по этой же дорожке будет снова вода бежать, ну, а если положить кирпич, то вода начнёт сразу менять, да, траекторию своего движения. Вот наша задача была сделать так, чтобы наш мозг привычный повернуть вообще в другую сторону и подумать, блин, а что, если сегодня рынок генерит, там, клиент, партнёр, допустим, и агентство, а если завтра туда вставить, не знаю, сибирских медведей, что произойдёт? И вот, как бы, реально такие вопросы себе задавали, и вот в этом и было наше такое, наверное, отличие. Мне кажется, это всё идёт из такой ещё советской, мне кажется, методологии ТРИС, которая называется. Да, да, это, наверное, классическая вообще такая, базовая методология. Мы её, кстати, тоже использовали частично. Да, я её тоже часто использую для придумывания каких-то своих кейсов, поэтому я очень-очень рекомендую. Окей, а ты несколько раз назвал слово «фасилитатор». Я думаю, что не все знают, что это такое, а те, кто знают, возможно, до конца всё же не понимают. Можешь рассказать, кто это такой фасилитатор? Хотелось ответить, это я сам не знаю. Но на самом деле, не знаю, командующий парадов, я бы так сказал. Мне кажется, это человек, который просто умеет правильно руководить групповой динамикой. Ключевое — создать пространство для этой команды, которая работает для того, чтобы приблизиться её максимально быстро к тому результату, который, в общем-то, планируется. Ну, то есть, по сути, такой грамотный модератор, который, в общем-то, может привести к конечному результату. Насколько это подходит людям, которым больше 40, больше 50, то есть довольно возрастным сотрудникам? Я скоро, видимо, тоже буду возрастным, получается. По своей логике. Ну, вообще, мне кажется, возраст — не проблема. Не проблема? Бабки — не проблема, возраст — не проблема. Вот. Это вообще, хоть 80 лет, мне кажется, это вообще супер неважно. Если у человека живой мозг, и человек готов там меняться, любую креативную методологию каждый может использовать. У нас просто средний возраст компании, там что-то серии 27 лет. У нас тоже 27,7. Во-во-во, у нас тоже. Я когда смотрю, думаю, возрастной. А я возрастной уже. Портим статистику. Да? Портим статистику среднего возраста. Да-да-да-да, это точно. А скажи, какими качествами должен фасилитатор обладать, чтобы уметь такую креативную штуку выстраивать? Ну, вот если говорить про креативную штуку, то я бы точно обращал внимание на хардовую составляющую, связанную с креативными методологиями. Но, опять же, очень сильно всё зависит от запроса. То есть сегодня то, что я говорю, это не является какой-то универсальной таблеткой для каждого подходящей. Потому что очень сильно, ну, вообще, там, софтовая составляющая играет роль. Не знаю, какая-то там социальная взрослость, да. Потому что, ну, у каждого бизнеса какой-то свой набор, там, не знаю, топов, которые участвуют в таких стратегических сессиях. Там, свои ожидания от такого фасилитатора. Ну, я бы выделил, наверное, несколько составляющих. Первое. Это такая, знаешь, общая насмотренность. Потому что часто фасилитаторы, ну, там, знаешь, я не знаю, бывшие психологи и чары, допустим. Ну, или те, кто, в общем, концентрировались на какой-то одной области, на одной специализации. Вот. Для меня, ну, там, крутой фасилитатор, не знаю, который себя и в бизнесе попробовал, я не знаю, и в HR поработал, не знаю, и с креативными методологиями как-то по взаимодействию. Грубо говоря, такой универсальный боец. Вот. А с другой стороны, это человек, знаешь, который, ну, не растерял вот эту историю, связанную с системностью. Вот. Потому что креативные методологии, это, конечно, круто, но всё равно там группу нужно на путь истинный направлять, я не знаю, там, в таймингах и прочее, для того, чтобы всё равно к результату прийти. Кажется, пока очень такие сложные две составляющие и креативность, и системность. Да. Это, как правило, супернесмешиваемая, там, не знаю, да, как это назвать даже, кастрюля. Вот. Потому что, ну, как правило, люди креативные, они часто несистемные, наоборот. А может ли быть два фасилитатора на одной сессии? Не поверишь, у нас так и было. Но надо признать, что наш основной фасилитатор, он обладал всё-таки системностью. Это не потому, что он несистемный, и в нём там не смешиваются две эти характеристики, так скажем. Вот. Но в нашем случае это было связано с тем, что, допустим, Ваня владел определённой, ну, там, своей спецификой, связанной с креативной вот этой там составляющей, методологиями, а второй, ну, соу-фасилитатор, так скажем, у неё очень крутой был скилл, связанный с тем, что она уже большие идеи заземляла в конкретные проекты, там, с конкретными сроками, там, не знаю, ну, в общем, в родмэп. Понятно. А если переходить уже на язык цифр, есть ли метрики какие-то, чтобы вот провели мероприятие, потратили кучу денег, я уверен, три дня в горах, а вернулись теперь, давайте считать. Это вопрос, который мне тоже задавали. Внутри компании. Состоянно прикладывали. Ну, понятно, что на самом деле я скажу, что здесь нету какой-то универсальной формы, которая, там, может посчитать возврат инвестиций, там, от таких событий. Вот. Самый, мне кажется, классный эффект, который можно достичь, да, в рамках вообще таких подходов, это когда у тебя реально твои идеи внедрились в жизнь. И вот это, мне кажется, может быть основной такой метрикой. А вот дальше уже смотреть, да, насколько эта идея, там, в части твоей экономики сходится. Ну, ты, там, генеральному директору, либо коммерческому директору, наверное, не объяснишь, что, ну, вот, вот так, вот так, вот они все время цифры. Да, да. Но, ты знаешь, объяснишь, потому что, если на той стороне человек тоже не понимает, как это можно оцифровать, ну, в общем, ты в одной лодке, получается. То есть нету никаких метрик таких единых, по которым можно было бы сказать, да, это успешно, либо нет, неуспешно. Ну, ты знаешь, я не встречал, когда можно было бы оцифровать какую-то стратегическую сессию. Я не исключение. Окей. А если брать обратную связь сотрудников, ее, наверное, можно как-то оцифровать, да? Можно считать это какой-то метрикой, например. Да, я думаю, что качественные метрики, конечно, можно привязать, ну, сколько угодно. Вы собираете тогда эту обратную связь? Да, в нашем случае, там, по-моему, есть даже целый смонтированный ролик с этой обратной связью, как раз со стороны клиентов и партнеров. Про что эта история? Про то, что на самом деле ключевое, о чем говорили, да, вот наши ребята, про то, что каждый из них в своей компании тоже унес много идей, которые как бы проходили, ну, так скажем, сквозь эту стратсессию и касались их непосредственно. И это, мне кажется, лучшее, что могло произойти. Более того, например, ну, активно наблюдая за этим сообществом, с которым мы, в общем, участвовали, и вижу, как некоторые идеи, которые мы на этой стратсессии обсуждали, уже у некоторых реализовались, и там, ну, либо какой-то путь проходит реализоваться. А можешь пример какой-то привести? Это очень круто. Ну, вот, например, я могу сказать, что там у Ярослава Андреева была там крутая мысль, связанная с тем, как развивать его продукт, и знаю, что как раз кусок от этого продукта, ну, там, реализовался. Я сейчас просто не вспомню название, но, в общем, там, это прям какой-то целый такой проект получился. Окей, смотри, три дня в горах, там, три с половиной даже, тут явно смешение идёт личной жизни и профессиональной жизни, потому что тратится личное время на рабочие процессы. И мне это навело на мысль. Я недавно читал статью в Headhunter, в которой довольно жёстко было сказано, хватит думать о разделении между профессиональной жизнью и личной жизнью. Вот что ты думаешь на этот счёт? Моя любимая тема, как раз недавно выступал, сгореть, но не выгореть, называлась секция на НРФ. Вот, очень много про это говорили. Вообще, ну, на рынке действительно много там сейчас из каждого утюга звучит про то, что работа должна стать неотъемлемой жизнью, что это уже как-то смешалось, что эти мессенджеры и ночью, и work-life balance, и work-blend. Да, 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 work-blend. Да, на самом деле у меня подход такой. Я считаю, что work-life balance – это правда важная составляющая. Вот, тема выгорания, она хоть и модная, но она как бы действительно есть, никуда от неё не деться. И я считаю, что работа и всё остальное, ну, должны переключаться между собой. Не должно быть такого, что вот там у тебя всё это 24 на 7 происходит. Иначе просто получается следующее, что ты делаешь работу с что-то самым любимым своим, ну, что работа для тебя становится что-то такое самое любимое, ты в этом растворяешься, а если ты в чём-то растворяешься, то это первый путь к тому, что ты выгоришь. Вот, поэтому вспоминая там наших, не знаю, родителей, бабушек, которые ходили на завод, там из станка вставали в 2 часа дня и шли со своим семьей, не знаю, к коровам и ещё куда-то. И почему не выгорали-то, хотя работа может быть скучной была, да всё очень просто, потому что помимо работы было ещё куча всего. Я как раз топлю за то, что работа есть работа, вот, а дальше есть всё остальное. И вот чтобы не выгореть, я не знаю, нужно построить там очень увлекательную жизнь, в которой есть разные комбы того, что у тебя происходит. Удаётся? Мне 100% удаётся. Ещё я не стесняюсь говорить, что я сплю по 9 часов. По 9 часов? Иногда на меня смотрят и думают, в смысле? Ты поскольку просыпаешься? Ну, я часов где-то в 9 просыпаюсь. Стараюсь до 12 ложиться, ну, в 12 там. Круто. Вообще я человек, который в 6 просыпается. В этом тоже, наверное, есть что-то. Есть, конечно. Я успеваю очень много сделать до того момента, как ты проснёшься. Надо ещё понимать, во сколько ты засыпаешь. Да, часов в 11. Нет, нормально. А слушай, а коллеги твои разделяют твою позицию? Я думаю, что кто-то разделяет, кто-то не разделяет. Кто-то является таким, не знаю, трудоголиком, который не отличает, кто-то нет. Но в целом мы топим внутри нашей группы за концепцию всё-таки, что, не знаю, мы хотим, чтобы наши сотрудники были счастливые и стараемся вот этот work-life balance соблюдать, балансировать. Хотя я знаю, у тебя был один из гостей в студии. Наталья, по-моему, она как раз рассказывала, не сильно ли эта тема вообще популяризируется, что мы сами, так скажем, на сегодняшний день даём возможность людям говорить, что они выиграли. Да, 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 да. Мне очень отвлекнулась эта история. Ну, для меня она такая, тоже 50-50. Я там с чём-то согласен, с чём-то не очень. Это вопрос, как ты используешь эти блага, которые ты предлагаешь, например, как работодатель по отношению к сотрудникам. Да, это тоже очень интересная тема. Мы к ней вернёмся ещё. И, конечно, я как представитель IT-функции, IT-компании не могу не задать вопрос тебе про HR-тег-инструменты, которые вы используете как для фасилитации, так, возможно, для чего-то другого, что ты хочешь рассказать что-то очень интересное, на твой взгляд. Вот прям мне кажется, что-то суперинтересное я тебе не расскажу, потому что считаю так, что на сегодняшний день вообще тема, связанная вот с HR-тегом, она где-то очень модная и не всегда практика применима, так сказать. Это правда, это правда. Высосанная из пальца, я называю. Да. И вот мой подход в этой части, что если для конкретной бизнес-задачи есть какое-то конкретное, я там, не знаю, бизнес-решение, сервис, который тебе может что-то там автоматизировать, в чём-то помочь, пожалуйста, делай. Но не надо там кидаться, я не знаю, на какие-то огромные системы, которые, в общем-то, там обещают горы. Вот у меня был такой опыт там в своё время, я проходил. Вот. И по итогу ты как бы, ну, скорее получаешь только раздражение от конечного пользователя, который там этим сервисом пользуется. Вот. Поэтому... А, и второй момент супер важный. Это наличие бюджетов на всё это дело. Да, то есть есть компании, которые могут себе позволить там какие-то суперкрутые инструменты, есть, которые, ну, простите, там из ипавок, в общем, да, конструируют какие-то возможности. Вот. Надо признать, что на сегодняшний день в Реалл-Вебе мы конструируем какие-то возможности. Вот. Вот. Несмотря на то, что мы активно масштабируемся. Но мы сейчас как раз на пути к тому, чтобы у нас появился такой внутренний крутой сервис, он у нас будет называться Комета. Вот. Такая некая вселенная, вот, куда будет попадать пользователь, и, по сути, там, максимальные запросы для себя удовлетворять. Это как единый окно какой-то, да? Да, это такое единое окно входа, да. Плюс будет отдельный мессенджер у нас внутри, корпоративный. И, ну, то, что на сегодняшний день мы уже автоматизировали, это кадровые, электронные документы. Ага, это я знаю. Это, конечно же, я знаю. А расскажи, что это за Комета еще раз. Это какой-то комплексный портал. По сути, это интернет, да. Вот. Вы очками делаете? Да, на сегодняшний день пилим сами. Смело. Я не удивлен, что ты удивлен, скажем так. Вот. Но мы с разных сторон к этому вопросу подходили, и вот наш IT-лидер, который этим проектом занимается и лидирует его, в чем выбрал путь через собственную разработку. Ну, такой тоже может быть. И дай нам Бог. Надеюсь, у вас все получится. А скажи, еще хотел поговорить про такую тему, как часть технологий, наверное, геймификация. По мне, супер банальный и изжитый, не знаю, инструмент, технология, как это назвать. Но почему-то многие пишут до сих пор, что это в топе. Причем с 19-го года, по-моему, я читаю, что это в топе. Что ты думаешь по этому поводу? И собираетесь вы использовать это в комете в своей? Что я по этому поводу думаю? Значит, ну, во-первых, я вообще с темой геймификации с какого, дай Бог, года. Еще, в общем, когда я энтер-связной гремел на рынке, мы строили там супер-невероятную систему с паладинами, с амбассадорами, не знаю, с рулетками на нашем портале. Вот тогда, мне кажется, я видел максимальную геймификацию, которую только можно было видеть. Там людям некогда было работать. Развлекались. Вот. Шутка. И смотри, я бы на сегодняшний день вообще слово геймификация заменил двумя другими определениями, которые мне откликаются. Первое – это удобство, а второе – это интерес. И вот, знаешь, как бы если смотреть глазами пользователя на историю, связанную с геймификацией, да, там обычно бизнес, HR, какую цель преследует? Ну вот, чтобы людям там было что? Интересно и удобно там, не знаю, чем-то пользоваться, не знаю, что-то делать, что-то получать. И вот с этой колокольни, если смотреть, то я, ну, хорошо отношусь к этой теме. У нас даже внутри Реалвеба, ну, есть часть там элементов и на сегодняшний день геймифицированной, там люди собирают всякие РВшки, да, для того, чтобы получать там мерч в будущем. Но мы не делаем из этого, знаешь, как такую какую-то навязчивую идею, вокруг которой все строится. Вот, потому что, ну, куча всего, где нужно работать, это правда, но есть какие-то вещи, которые можно там элементами геймификации прикрутить, и они становятся просто интересными, как я говорил, и удобными. Все. В общем, я не особо, так скажем, как-то критикую там элементы геймификации, скорее их разделяю, но при этом вполне себе можно жить без них, и это тоже там будет давать тот же value. А давай еще про одну технологию, которая вот теперь точно у всех на устах. Это искусственный интеллект. Да, мы делаем как раз митап вот совсем скоро, там, совместно с нашими партнерами, связанный с этой темой. А используете как-то? Внутри. Это используется ребятами у нас, ну, так скажем, во фронте, которые непосредственно передовой с клиентами. Если говорить про HR, то мы не используем на сегодняшний день. Там-то понятно. Маркетинг, это вообще прям... Я сам использую чат GPT часто для формирования каких-то креативов или чего-то еще. Невероятно много времени экономит. Нет, если говорить про HR-историю, то мы на сегодняшний день не пользуемся этой штукой. Мы пока скорее, знаешь, как исследуем и смотрим на кейс, который делает рынок. Если посмотреть на большинство кейсов, ну, они пока такие. Сырые, конечно. Сырые и, ну, скорее, про красивую картинку, нежели чем про суть и смысл. Ну, согласен, что чат GPT, это, конечно, крутая штука. Это вообще бомба по мне. Смотри, если возвращаться к теме фасилитации, я слышал, что многие поручают роль фасилитатора искусственного интеллекта. Слышал про такое? Да, слышал, конечно. Даже на компании, которые так делают. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, человеку нужен человек. Вот что я думаю по этому поводу. То есть ты думаешь, что не заменит? Ну, считаю, что нет. Ну, вот если взять, например, какой-нибудь формат форсайт-сессии, где нужно сгенерить тысячу идей, не знаю, и попробовать это сделать с помощью искусственного интеллекта, ну, пока, мне кажется, еще не настолько все это делать чувствительно для того, чтобы приблизиться к результату. Главное, пока. Но ключевое как раз ты как языка снял. Хотел сказать, что пока. А как ты думаешь, как это будет выглядеть через, я не знаю, три года? Как тамагочи, которая там рёт. Я жучу. Слушай, я могу, конечно, фантазировать, как это будет выглядеть. Да, конечно. Почему ты в голове знаешь, это сейчас конференция Яндекс с каким-то Яки, допустим, ведёт. Вот Алиса, голосовой помощник. Вот я представляю горы в Сочи, знаешь, где есть какой-то помощник, искусственный интеллект одновременно. Который, в принципе, знаешь, за тебя генерит все эти идеи, которые тебе необходимо реализовать. А ты вообще просто за этим в стороне сидишь и наблюдаешь. И можно даже не ехать в Сочи. Да, да, сидеть здесь на месте. Не боишься, что это как раз-таки уничтожит всю креативность людей? Потому что вместо того, чтобы думать, напрягать свой мозг самому, ты отдаёшь всё это чату, который всё за тебя делает. Слушай, много есть размышлений на этот чёт. В принципе, очень умных людей, не очень умных людей. Но понимаешь, как бы, а какая метрика измерения? Вот ты говоришь, там, убьёт всю креативность. Ну, мне кажется, это просто невозможно. Ну, то есть это же эволюционный тоже процесс. Может быть, когда-нибудь, да, когда там, не знаю, пройдёт какое-то супербольшое количество времени, десятки лет, столетия, тогда, может быть, что-то поменяется. Но пока я думаю, что это невозможно. Ну, я просто переживаю на этот счёт, потому что я стал очень-очень много грамматических ошибок совершать, когда пишу, там, от руки или когда нету автоподбора. И, ну, я понимаю, почему так. Потому что за меня вечно всё время всё исправляется автоматически. Я могу на это не париться по этому поводу. И я реально забываю, как пишутся некоторые слова. И, ну, тут же такая же история, нет? Ну, мне кажется, креативность это вообще штука развиваемая, понимаешь? И я... 100%. С чем здесь могу согласиться? Могу согласиться с тем, что, ну, типа, люди могут, ну, так скажем, отупеть в этом вопросе. Ну, просто потому что, не знаю, за тебя это кто-то может сделать. Но тут вопрос как бы самоцелей вообще и целей. Ну, наверное, там, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет. Короче, пока наблюдаю за этой темой. Давай перейдём к теме международного рынка и релокации. Я знаю, что у тебя есть опыт, развития бизнеса не только в России, но ты и в других странах, да? Можешь рассказать, каких? Разный был путь в разных компаниях. Ну, в общем, это были точно страны БРИКС в своё время. Вот. Сейчас, если говорить, там, мы активно заходили, допустим, в Армению, вот, сорсили тему, связанную с Дубаем, со Штатами. В общем, ну, такой разношерстный был опыт. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Вот. Поэтому... А что ты там делал? Ну, по сути, моя роль как HR была. Это первое. Поисследовать какие-то культурные особенности, да, конкретные стороны, для того, чтобы понять вообще, как твой бизнес может с этими особенностями смейчиться. Вторая история, это, понятно, рекрутмент, да, с точки зрения, там, сбора, набора команды. Вот. А дальше это уже сопровождение, по сути, полного цикла сотрудника. Можешь рассказать вот про культурные особенности? У меня, знаешь, есть книга, настольная книга уже прям с моими коллегами тоже, «Культурный код». Ага. И да, можешь сказать свои наблюдения вот как раз-таки про эту тему? Могу вот что сказать. Могу сказать так, что в каждой стране есть точно свои культурные особенности. Она вселенную не открыла. Вот. Не учитывать их, это очень странно. Поэтому всегда всем рекомендую, кто заходит на новые рынки, вообще начинать с того, что глубоко погрузиться в культурные особенности конкретной страны. Это очень сильно поможет как минимум понимать людей, которые будут с тобой взаимодействовать. Из Индии, например. Да, из Армении. Там далеко ходить не надо. Вот. Мы очень долго не понимали, почему люди очень медленно работают. То есть мы там думали... Наверное, это связано с тем, что как бы мы таких набрали, что-то не оценили на входе неправильно. Вот. А потом стали исследовать поглубже эту тему и поняли, что в принципе люди в Армении никуда не спешат. У них очень развитая история, не знаю, с семейными ценностями, с какими-то традициями. Они вот сели на завтрак с семьей, там, не знаю, в обед перетекли с коллегами, там, в наполнник с друзьями. В общем, рабочий день прошел. Вот. И мы поняли, что там даже была какая-то роль, где мы перебрали несколько кандидатов, и все были, знаешь, вот как один, так скажем, с точки зрения скорости работы. Вот. И мы просто поняли, что это нужно учитывать изначально, что наши обороты, на которых мы работаем, там, допустим, в России, они отличные от оборотов в Ереване. Да, я хорошо понимаю, о чем ты, я прожил в Армении, там, что-то 5 месяцев. И мне с моим темпераментом было, конечно, темпераментом было довольно тяжело. Очень понимаю, очень. Я тоже оттуда уехал, я тоже там побывал какой-то. А расскажи про Индию. Я вижу колоссальные различия между людьми в Индии и индийцами, и в России. Ну, да. Вот. Интересная, в принципе, страна с точки зрения культурных особенностей. Они, кстати, очень похожи тоже на чем-то на ребят из Армении. Да. Вот. В принципе, никуда не спешат. Мне кажется, вот все, что там, не знаю, в той плоскости находится, где Индия и возле нее, примерно похоже. Я бы не сказал, что Армению. Нет, я не с Арменией связываю. Я так уже стал, знаешь, там, дальше смотреть на страны, которые рядом находятся. Вот. Ну, в принципе, такой, знаешь, какой-то тайский собай. Ну, типа, никуда не спешат. Жизнь вокруг себя, и все прекрасно. Улыбаемся, расслабляемся. А у вас сотрудники были в Индии? Да, у нас было несколько ребят. Они прямо индийцы? Прямо индийцы. Причем они такие были айтишные прям товарищи, которые строили продукт, который был уже у нас, но они его адаптировали под местные реалии, в том числе под систему образования Индии. Вот. Ну, такой интересный, увлекательный опыт. Не хотел бы больше повторить, если честно. Да, потому что у нас есть очень интересные наблюдения, по поводу Индии, например, что у них человек очень чувствительный к зарплате. Не то, что ты ему должен заплатить, это понятно, но тут вопрос в том, что ты ему сегодня платишь там тысячу рупий, ему завтра кто-то предложит тысячу и одну рупию, и он сразу же туда уйдет. Вот. Сталкивались ли с таким? Ты знаешь, на тот момент, нет, не сталкивались, потому что у меня там опыт был, по-моему, полгода где-то. Ну, в общем, знаешь, еще не было периода, когда можно было бы поисследовать эту тему, а потом я уже не работал в компании. Может быть, и было, но уже не со мной. Понятно. А с Штатами работал? Нет, напрямую не работал. Бразилия? Бразилия, да. Расскажи, мне просто интересно, на самом деле, понять с точки зрения ИЧАРа как раз, как выглядят подходы к работе с людьми вот в этих разных странах. Да. Ну, я скажу так. Если нужно что-то очень быстро, ну, с точки зрения, там, не знаю, организовать, открыть, привлечь и прочее, я всегда топлю за подход, что нужно на месте найти человека, который тебе бы смог все рассказать, как это устроено, выступить таким неким проводником, так скажем, в культурные особенности страны, и быть таким фасилитатором, так скажем, модератором на месте, который это дело все будет как-то пушить. Потому что, ну, представь, сколько нужно времени, чтобы с нуля погрузиться там во все особенности. Да это просто практически невозможно, неэффективно. Поэтому мой подход за то, что неважно, там, вот нужно тебе нанять, там, 10 человек, допустим, не знаю, бразильцев. Вот надо идти прям в кадровое агентство, не жалеть денег, и чтобы эти ребята нанимали на месте, и тебя еще одновременно, там, не знаю, учили, и рассказывали про то, как там все устроено. Вот. Мы сейчас по такому пути идем, даже внутри себя, там, не знаю, нанимаем экспертов, которые, там, круто знают кадровое дело производства на местности, там, я не знаю, которые знают язык, да, там, и могут, как бы, не знаю, ну, тоже это преимущество какое-то использовать, там, при взаимодействии, там, с внутренними, там, всякими органами, комьюнити и прочее. Вот. Поэтому мой подход про то, что не нужно самому до всего докапываться, добираться, а скорее нужно на месте найти, там, того, кто тебе может в этом помочь, а дальше просто правильно мэчить и интегрировать это, как бы, ну, если у тебя какая-то группа, особенности, там, групповые. Но, опять же, не могу сказать, что при таком раскладе, допустим, ценности, которые у тебя были, там, не знаю, в российской компании, будут, там, на сто процентов мэчиться, там, не знаю, с ценностями, да, которые могут быть у ребят на местности конкретной. Просто вот на этом стыке образуется как раз что-то новое, интересное, с чем ты можешь потом работать. Давай вернемся к сторону креативности, потому что мы от нее немножко ушли. А для вас, как для креативного диджитал-агентства, очень важно, насколько я понимаю, креативность каждого человека, который работает с... Хотелось. Да. Вот. А как вы работаете с этим? Вы делаете какие-то курсы для них? Как работаете, развиваете креативность людей? Ну, во-первых, тоже такой подход, он многогранный. Вот. Надо признать, что мы, во-первых, на старте обращаем на это внимание, да, то есть люди, когда к нам приходят, мы оцениваем. У нас там есть наша корпоративная модель компетенции, там и для каждой должности. У нас есть определенный набор характеристик, которые для нас важны. Это первая часть. Вторая часть — это создание внутри такого пространства, где ты можешь вот эту, знаешь, как бы креативную составляющую поддерживать. У нас был такой интересный кейс, после которого мы вообще очень многое осознали для себя. Вот очень часто компании, там, знаешь, внутри сотрудников чему-то учат, и все. И на этом все заканчивается. И мы решили поменять подход. Из такого обучения перейти в научение. Что это значит? В чем кардинальные отличия? И как это связано с вопросом, который ты задал? Все очень просто. Мало того, что ты научил, людям нужно дать пространство для того, чтобы они полученные знания применили в жизнь. И могли поэкспериментировать, использовать еще что-то. И вот даже, например, история с нашей треологией, она привила и продолжает прививать вот эту культуру креативности, потому что мы напитали, допустим, как руководители определенных методик в себя, принесли их в свои команды, стали культивировать это там, дали пространство для того, чтобы люди смогли у себя попробовать поэкспериментировать на каких-то своих уровнях, дальше понесли еще ниже, ну и так далее и тому подобное. Поэтому очень важно создать среду, которая будет поддерживаться на всех уровнях, и, так скажем, давать возможность людям творчества. Потом, какая есть составляющая? Ну, грубо говоря, у нас есть там внутренний отдел, допустим, обучения, который в целом постоянно тоже в команды несет какие-то новые там тренинги, да, связанные там и с креативными методиками в том числе. Вот. Есть то, что мы там привлекаем извне, да, для того, чтобы как-то, не знаю, окучивать нашу команду, чтобы она там тоже напитывала в себя. Вот. Но ключевое, по сути, да, это люди, это пространство, ну и, грубо говоря, какие-то, не знаю, доп. инвестиции, которые ты можешь как компания использовать для того, чтобы люди у тебя там становились сильнее, выше, умнее, вот, ну, в рамках креатива. Ну, мне кажется, вот это очень опасная грань, может быть, пространство вот этого, насколько большую свободу давать людям, которые креативны. То есть ты можешь ему дать настолько свободу, что он клиенту твоему какую-нибудь чепуху принесёт в лучшем случае. А можешь его зажать настолько, что он будет, перестанет быть креативным. Вот где эта грань? Чёрт её знает, где эта грань. Ну, то есть это как раз, наверное, какая-то чувствительность лидерская, которая должна быть, да, у каждого из нас. Вот. Потому что я понимаю, о чём ты говоришь, но с другой стороны, знаешь, как это, ну, всегда в компаниях есть там, мы это у себя, например, называем красной линией, да, вот за которую можно там выйти, за которую нельзя. Вот. Поэтому, ну, у каждой компании она своя. Ну, не знаю, в своё время мы, допустим, обсуждали, с какими отраслями в ходе там внешних, да, вот политических событий, которые происходят, мы готовы сотрудничать, с какими не готовы, допустим. Это вот там наша красная линия. Вот если развивать тему про пространство, пространство возможно только, когда есть определённый уровень корпоративной культуры. Мы много на эту тему говорили, как раз здесь с Леной из 12 Stories. И она очень интересные идеи подкидывала. Вот расскажи, пожалуйста, про вашу корпоративную культуру, которая создаёт вот такой креатив. Да, мне кажется, вообще Реалвеб – это одна из там немногих компаний, вот, ну, в рамках нашей диджитал-тусовки, так скажем, да, которая отличается, ну, такой уникальной, что ли, какой-то интересной корпоративной культурой. И вообще всё, как говорится, гоньёт с головы, да, рыб гоньёт с головы. Вот, очень круто, что нам повезло там с нашими лидерами, с нашими адвайзерами, которые, в общем-то, в своё время заложили вот этот фундамент, эти правильные кирпичи, так скажем, которые сегодня продолжают строить коттеджи. Вот, действительно, в Реалвебе, ну, во-первых, знаешь, как это, у нас сейчас группа, вот, и в каждой компании есть там свой набор ценностей. Где-то они там визуализированы, где-то не очень. Это очень сильно помогает, в том числе, знаешь, опираться на то, когда к тебе приходят новые люди, там, не знаю, когда ты взаимодействуешь с текущей командой. Вот, и внутри у нас как раз, ну, есть куча всего, там, что построено для того, чтобы эта корпоративная культура постоянно развивалась. И вот, там, мы всегда во главу угла ставим людей, да, потому что, ну, действительно, там, в агентском бизнесе ничего другого и быть не может. Вот, и там у нас даже есть такое, знаешь, понятие, Реалбаланс называется. Мы просто взяли все виды благополучия, которые есть, да, там, в нашей жизни, их семь, как правило, ну, их классифицируют в семь видов благополучия. И старались, ну, по каждому виду благополучия сделать так, чтобы сотрудник, который работает у нас, ему было хорошо. Неважно, среда это, не знаю, физиология, там, я не знаю, семья, еще что-то. То есть с каждой стороны мы стараемся обложить, там, сотрудника, ну, всеми благами, которыми он может воспользоваться. Но ключевое, мы стараемся все равно разделять вот эту ответственность. Знаешь, мы сегодня с тобой про это немного говорили. Как не перегнуть палку, чтобы люди, там, не знаю, не начали этим пользоваться? Все очень просто. Разделяешь ответственность. Ну, например, там, не оплачиваешь психологов в стопроцентном объеме, говоришь, ребят, мы готовы 50% компенсировать. Ценность сразу появляется, когда человек сам за что-то платит. Вот мы стараемся строить такую культуру. Вот. Но вообще в основе нашей культуры лежит несколько составляющих. Первое – это предпринимательство. То есть мы как бы топим за то, что каждый внутри может быть там предпринимателем, предложить идеи, не знаю, получить инвест-бюджет на эту реализацию, на реализацию этой идеи. Вот. Вторая история – это силы скорости. То есть у нас, мы работаем на таких высоких оборотах, какая-то наша такая незапаркованность, знаешь, которая позволяет нам быстро переобуваться то в одну сторону, то в другую. Такое является очень высокой ценностью. Третья история – мы это называем эволюция. То есть мы как бы блюдим за тем, что происходит из года в год, да. И Рео Веб – это компания, которая ни разу не стояла на месте, постоянно, вот, не знаю, за счет культуры, за счет креатива, за счет команды, за счет лидерства, постоянно наращивает обороты. И, в общем, достигли уже, что достигли, вы даже там, мы сегодня обсуждали идею на концепции 25-летия, нам 25 лет, мы назвали это шедевр. Ну, типа, наш корпоратив будет называться шедевр. Реально, Рео Веб – это шедевр, потому что мы эволюционируем. И вот достигли вот этой уже точки, когда можем называть себя шедевром. Вот. Конечно, это уникальность, которая связана с единством непохожих. Непохожих. У нас ценность так, кстати, даже называется. Единство непохожих – это не про то, что мы там, знаешь, кто-то блондин и кто-то брюнеты. Нет, это про то, что мы настолько, не знаю, разношерстны с точки зрения вообще восприятия этого мира, с точки зрения, не знаю, подходов, с точки зрения какой-то своей такой личной составляющей, что это, несмотря на то, что разность присутствует, это нас сильно объединяет, и мы все равно продолжаем перформить, драйвить, и вот это вот все. Ну и, конечно, такая тема, связанная с партнерством. Она не всегда получается, но мы прям в эту сторону очень сильно стараемся. Знаешь, когда ты приходишь, например, не конкурировать друг с другом, очень часто люди, когда приходят, не важно, там, новый сотрудник, между командами, когда какие-то кросс-взаимодействия строятся, очень часто люди изначально мыслят с позиции, там, завоевать территорию, не знаю, показать, кто здесь главный, там, не знаю, еще что-то. Так, в принципе, в России концепция устроена, что есть кто-то главный, кто-то нет. Вот мы стараемся это все в сторону партнерства переводить, знаешь, а что из этих идей, которые сейчас предложил, даже если они самые не очень, как ты считаешь, допустим, можно взять себе, и чем тебя это может усилить. И вот стараемся такую культуру внутри культивировать, так скажем. А как она с точки зрения управляемости? Мне кажется, когда... Я сталкивался просто часто с тем, что когда создают культуру предпринимательства, партнерства и вот прочего развития определенных скиллов, люди становятся крайне неуправляемыми. И они начинают привыкать вот к этому всему, к этим всем благам, вот к этому пространству, и у них запросы только растут, а делатели начинают меньше. И в итоге это все оборачивается против работодателя. Ну, интересно, у тебя опыт. Вот. Хочется потом поспрашивать в деталях. Значит, что я думаю на этот счет? Ну, это как бы ты либо рискуешь, либо не рискуешь, когда строишь такую культуру. Сказать, что в Реалвебе культура предпринимательства развита на 100%, конечно, нет. Это всегда будет какая-то там кучка людей, так скажем, да. Их всегда будет меньше, чем там большинство, которые там будут генерить идеи и жить по этим принципам. Да, вот. Но просто без этого невозможно драйвить. Ну, типа. И просто нужно принимать риск, что да, такие люди, не знаю, там, могут иметь возражения, аргументы, там, не знаю, все что угодно, и там в разы в большем количестве, чем люди, которые, там, не знаю, просто исполняют какой-то процесс, следуют, не знаю, твоим ожиданиям и прочее. Кто не рискует, тот не пьет, как говорится. Ну, шампанское. Это правда. В завершении нашей беседы хочу задать такой традиционный вопрос уже. А, возможно, ты его слышал. Кого бы тебе было бы интересно послушать, увидеть у меня в гостях? Угу. Из HR или... Без разницы. Вообще в целом. Мне очень откликается Лена Попова. Это амбассадор Чиханы-1. Она отвечает за внутренние коммуникации в этой компании. Считаю, что она очень такая многогранная личность, с которой, ну, вот, суперинтересно. И я бы с ней поговорил не про профессиональную часть, а про ее вот эту вот, знаешь, какую-то такую социальную наполненность. Вот. Как ей удается вообще совмещать какой-то комок энергии, профессионализма и вот этого всего в одной такой хрупкой себе. Да, все. Моя команда уже звонит. Спасибо тебе большое, Андрей. Была очень интересная тема. Очень интересно услышать про креативность от креативной компании. Я считаю, что это действительно одно из ключевых качеств, потребность в котором будет, на самом деле, в ближайшие годы, так как рутину мы все отдаем искусственному интеллекту, а креативность, как выяснили, нельзя отдать. Поэтому спасибо, что смотрели. И если есть еще какие-то вопросы к Андрею, то оставляйте в комментариях, и мы обязательно вернемся с ответом. Спасибо. Спасибо. Супер, спасибо. 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 Спасибо.